Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться. Фермочку 19 на карте свопа агро. Стартовал у нас второй сезон и мы, в общем-то, продолжаем развиваться. Друзья, что нам нужно сегодня сделать? Во-первых, поле. Поле у нас засеяно овсом, его нужно убрать, собрать солому, отвезти на склад. Овес, соответственно, потом развести лошадям и полностью забить их кормушки, чтобы там было всего по максимуму. Далее наши лошадки. В них, в общем-то, все не так плохо. Завезли мы немного сенца в прошлый раз. Соответственно, сегодня надо забить полностью их кормушки. Овес мы соберем, сено у нас есть. Соответственно, нужно будет отвезти сюда по полной, забить сено. Сено у нас, если что, 674 куба на складе лежит, поэтому это, в общем-то, не проблема. Просто надо сделать. Также у нас рядом стоит ферментатор. Он еще не полностью переработал все, что мы туда завезли в прошлый раз. Но весь этот силос нужно будет обязательно вывести на производство биогаза, потому что биогаз нам тоже понадобится. Один прицеп, кстати, я сюда на биогаз отвез, и поэтому у нас есть 36 кубов этого самого биогаза. Сегодня он нам, как я уже сказал, понадобится. И, в принципе, по названию ролика вы уже, наверное, догадались. Вы же у меня умненькие. Нам сегодня надо будет попилить деревья. Соответственно, надо купить пилораму будет. Возьмем, наверное, большую пилораму, одну. Давайте ее купим. Купить, да. И столярный цех тоже возьмем, который поближе к дому, что называется. Купить, да. 100 тысяч и 300 тысяч пилорам эти обошлись. Пока что второй цех и пилорам брать не будем. Будет не хватать нам ресурсов, тогда возьмем. А также, друзья, надо будет купить участок с лесом, чтобы попилить это все дело. На самом деле, больше всего хочется взять вот этот, самый просто будет. Но он 2 ляма стоит, зараза. Вот этот миллион 400, миллион 100, миллион 600. В принципе, пока есть деньги, можем, наверное, взять большой за 2 миллиона. Давайте его возьмем. Купить, да. Отлично. Будем, значит, пока что пилить именно там. Ну и, соответственно, к этому всему нам понадобится техника. Во-первых, надо взять в аренду скорпиона, который будет все это дело нам пилить. Пилить мы будем, не скажу, что прям много. Но в любом случае, в аренду его взять нужно. 22 тысячи мы за это платим. Я думаю, что за час мы справимся, и проблем у нас не возникнет с лишними переплатами. Также нужно взять низкорамник, чтобы перевести скорпиончика. Это тоже обязательно. Арендуем его. Он нам всего в тысячу обошелся. Также, друзья, нам обязательно нужно будет выкорчевать пни. Поэтому берем в аренду корчеватель пней. Тоже копейки стоит. А также, друзья, надо купить прицеп. Прицеп мы, наверное, купим, что он у нас был всегда. Он не так дорого стоит. 26 тысяч это чудо техники стоит. Мы его покупаем. Купить? Да. Ну и вроде как все. Больше нам в магазине ничего не надо. Ну, соответственно, надо будет еще на эти пилорамы отвезти. Бега. Погнали, в общем-то, всех заряжать в работу. Да, кстати, про что я не сказал. Так это про то, что нам надо покосить травку, которая потом тоже пойдет на силос. И мы ее, наверное, сразу же на ферментатор и отвезем потом. Когда у нас освободится ман. То есть татра. В общем-то, есть у нас такая косилочка. Надо было ее, наверное, помыть. Ну, да ладно. Соответственно, для косилочки есть маршрутик по кост травы. И по этому самому маршрутику мы ее со стартовой точки запускаем. Единственное, да, кстати, не забыть. Это один волок нужно же сделать. Только, видимо, надо сначала развернуть ее на косилку, потому что я что-то не вижу этой кнопки. Да. Появилась. Лэфт контрол и Y. Мать его. Волок соломы. Волок слева. Волок справа. Ширина волка. Волок соломы нам надо. Судя по всему, именно это будет делать его по центру. Ну-ка посмотрим. Да. Вот это именно нам и надо. Хорошо. Пусть едет. Далее наше поле. Запускаем в работу наш комбайн. Ему, кстати, надо сгенерировать маршрут, потому что мы стерли тот. Не знаю, зачем я это сделал, но да ладно. В принципе, тоже не сложно. Давай два раза по кругу со взворотом сгенерировать. И избегать движения по посевам нужно поставить нет. Соответственно, со стартовой точки. Давай мы только тебя назад чуть-чуть отодвинем. Давай, погнал. Единственное, что у нас там по соломе. Да, надо включить это все дело, чтобы соломку нам давало. Потом мы ее отсюда соберем и, в общем-то, что-нибудь будем с ней делать. Так что комбайн у нас поехал работать. Ставим к нему трактора. Соответственно, у него маршрут остался. Это поле 07 база. Загружаем его. Ставим работу с комбайном. Выбираем комбайн один единственный, который у нас есть. И со следующей ближайшей точки его тоже запускаем. По ширине 11,3 метра. Минус почему-то 11,3 метра. Ну ладно. Если что-то пойдет не так, мы об этом узнаем. Или давайте, может, сразу проверим, может ли что-то пойти не так. Мы сейчас вызовем сюда транспорт. Единственное, только пусть он развернется. Точнее, повернет. Давайте вызываем транспорт. Посмотрим, все ли будет нормально. Если все будет нормально, то мы их, соответственно, отпустим. Понаблюдаем за этим со стороны нашей GCB. Обожаю этот трактор за то, что он быстрый. Что-то мне как-то в последнее время медленные трактора не нравятся. Ну что, все нормально, замечательно. Должны будут работать. А также, друзья, мы запускаем нашего Джонни для сбора травы. Он у нас будет работать с фуражным прицепом. Соответственно, разные полевые работы. Покос травы и трава база. Во. Соответственно, со стартовой точки давай друг погнал. У тебя все должно быть хорошо. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну а мы тогда переносимся к магазину. Вот техника, которую мы взяли в аренду. И, соответственно, прицеп купили. Я, правда, думаю, зачем мы его купили. Или надо было покупать все. Или тоже его брать в аренду. Ну да ладно, пускай будет. Пригнали мы сюда трактор и тягач. Но вот проблема в том, что за один раз мы это все равно все не увезем. Ладно, давайте грузиться. Что я в последнее время начал злоупотреблять тралами. Но тут, друзья, без вариантов. Я с заготовительной этой фигней всегда на тралах ездил. И буду ездить. Делаем вот так вот. Отъезжаем и садимся, соответственно, в скорпиончика. Теперь его нужно загнать на эту платформу. Надо было ее отодвинуть. Я вот это забыл. Надо было ее немножко расширить. А пофигу. И так стал. Поднимем только вот эту вот хреновину, чтобы она не мешала. Глушим его и цепляем все обратно. Во, нормально. Будет ехать. Мы сильно быстро не поедем, так что будет нормально. Хорошо, паркуем его пока что здесь. И, соответственно, на вальтеру надо зацепить хреновину для пней. Спанем ее пока что назад, только для перевозки. Работать мы уже будем, когда она будет прицеплена у нас к переду. Это логично. Соответственно, на мана вешаем его на фолуми. И он вешается на... Не на мана. Давай-ка, друг, во. То, что надо. Замечательно. Ну и все. Повезли это все дело тогда на лесопилку. Ну нет же. Ну, дружище. Да, я помню этот прикол. Надо было боком заезжать. Твою ж мать, а. Друзья, сами понимаете, без мучений тут не обошлось. Но мы справились. Поэтому погнали это все дело отвезем на нашу гребаную лесопилку. Никита сказал, что ехать мы будем не очень медленно. Но понесся и в итоге мы потеряли наш трактор. Но ничего страшного. Так, вот этих пацанов мы оставляем вот так вот. И возвращаемся за трактором. Этого пацана, в принципе, можно пока что оставить здесь. Так, друзья, у нас случилась неприятная вещь. Что-то у меня прервалась запись. И не мог я никак это восстановить. Поэтому записываю уже на следующий день. В общем-то все работает. И нам пора пилить эти гребаные деревья. Для этого нам понадобится скорпиончик. И, в общем-то, все как и раньше. Мы пилим, я не знаю, деревьев, наверное, 20. Надо спилить, загрузить здесь. И загрузить производство поддонов. Только я смотрю, тут немножко другие деревья. Не как раньше здесь нам пушки росли на свапе. В общем-то, погнали пилить. У нас нет доступа к этому участку. А к какому у нас участку есть доступ? Ну, как это нету, если он есть? Как-то поделили некрасиво. Ладно, поедем тогда дальше. Или этот участок взять, на котором мы сейчас находимся. Вместо. Давайте этот мы продадим. А тот, на котором сейчас находимся, возьмем. Во. И, короче, будем пилить то, к чему у нас есть доступ. А еще, короче, на геймпаде поменялось управление. И раньше кнопкой, которая была, вот, опускать вот эту штуку, теперь на эту клавишу делается вот так. И это очень плохо и непривычно. А еще я, кстати, забыл изменить длину распила. А насколько, кстати, у нас рецепта по длине написано? Не написано. Давайте пилить по пять, чтобы в два ряда они ложились. Десять метров-то там точно наверняка есть. Или по шесть. Двенадцать метров там тоже должно быть, теоретически. Или по... Давайте, ладно, все, по пять. По пять, значит, по пять. Ну и, друзья, на этом, наверное, мы распил деревьев закончим. Я думаю, вполне хватит нам того, что мы напилили сейчас. Он валяется нормально. Забьем, по крайней мере. Может, не полностью, но забьем. Знаете, что я еще хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, сколько стоит закупить дерево. Потому что, если вы не знали, можно бревна закупить. Например, максимум купить... Ага, максимум миллион будет стоить. Да хрена, я вам скажу. Просто на самом деле здесь понадобится довольно много. Очень много будет бруса требоваться на производство. На строительство производства. Я не очень хочу заниматься пилением на сериях. Потому что это все одно и то же, по сути дела. И, может быть, будем тогда на стримах это все делать. А может быть, будем копить бабло и закупать бревна из магазина, что ли? В общем-то, посмотрим. Хорошо. Оставляем скорпиона здесь. И сейчас наша задача выкорчевать все пеньки. Для этого мы берем нашу любимую вальтру. Отцепляем корчеватель пней. Перецепляем его наперед. И едем корчевать пни. Ну вот и все. Все замечательно. Все закорчевали. Так что можно это дело отцеплять. И знаете что? Давайте мы, наверное, все, что мы взяли в аренду, сразу же и сдадим. Во. Теперь нужно приехать сюда за бревнами. И для этого нужно сюда привезти прицеп. Он остался у нас около магазина. Но магия монтажа, все дела. Ну круто же, когда есть монтаж, правильно? Можно не смотреть, как я ездил за этим гребаным прицепом. В общем-то, что мы делаем? Нам надо поставить так, чтобы оно слева у нас. Show loading position. Да, шестиметровое. Две шестиметровые. Оно в себя вмещает. Можно было пилить по шесть. Ну да ладно. Ничего страшного. Нажимаем кнопочку B. Которая говорит нам, типа мы начинаем. КВН. Ну типа слева. Давай грузись. И оно не грузится. А, потому что у меня не та сторона стоит. Или оно только по центру шесть метров. Что-то я слабо себе не понимаю немножко, как это работает. Я думал, этот прицеп грузит две стопки по шесть. А он их, видите, закидывает в центр. Что, в принципе, не есть хорошо в нашей ситуации. Плохо. Меня, знаете ли, это даже расстраивает немного. Ну ладно. Хорошо. Закрепляем тогда вот это вот все дело ремнями. И везем на разгрузку. Разгружаться нам надо здесь. И вот каким образом это сделать? Блин, вот в паке зилов был хороший прицеп лесовоз. Который мне понравился. Там можно даже зону разгрузки подальше поставить было. Здесь же такого нету, правильно? Здесь такого нету. Если мы нажмем Start Unloading, то ничего не произойдет. Ладно, тогда заезжаем туда задом. И там это должно будет нормально работать. Не знаю, как это, нормально ли мы заехали. В общем-то, разгружаемся. И да, оно на триггер падает, оно на триггер попадает. Это хорошо. Так, и посмотрим, сколько мы выгрузили. 38 кубов. Честно говоря, этого мало. Если дело, все сюда можно выгружать будет. Нет, все-таки я его перевернул. Ну, твою мать. Вот в каждой серии, где мы занимаемся распилом деревьев, это прямо обязательный квест. Перевернуть гребаного мана. О, кстати, нормально, быстро его восстановили. Ну да, здесь же можно технику бросать. Ладно, продолжаем. Так, вот эти остатки. Блин, а сколько мы там сейчас туда высыпали? Если мне не изменяет память, то на производстве поддонов 30 кубов всего влезает. То есть один прицепчик, который мы первый раз разгрузили. Второй раз мы разгрузили 40. Чуть больше. Ладно, мы вот этот прицеп еще выгружаем туда, а остальное все уже в небольшом количестве везем на поддоны. Так, и у нас довольно-таки много чего попадало. 111. Значит, мы еще 30 кубов разгрузили сейчас. Хорошо. Вот эти деревья, значит, надо туда вручную сейчас будет запихнуть. Это, в принципе, не так сложно сделать. Во! Нормалды. Ну а последнее, значит, везем на производство поддонов. Смотрите-ка, тут можно, короче, как-то это двигать. Я не знаю, на что это влияет. Но давайте поставим 5 метров, потому что мы пилили 5-метровые. Ну вот, последнее залетело. Соответственно, привязываем все ремнями и везем это на производство поддонов. И да, кстати, трактор цепляем сзади на фоллоуми, потому что, ну, в общем-то, перегоним его на базу. Все равно там будем рядом проезжать. Ну вот, мы и приехали. Теперь надо выгрузить это все дело сюда. Я не знаю, как здесь так аккуратненько встать. Долетит оно, если мы рядом встанем. Давайте попробуем. Должно будет долететь. Так, а ну-ка успокоился прицеп, что-то тут бросаешься. Хочется просто еще немножко поближе подъехать, чтобы было прям вообще четко. Пойдет, короче. Нажимаем X и оно высыпается не на ту сторону. Ну, так иногда бывает. Иногда я лошара. Я забыл поменять сторону. Теперь меняем сторону и еще раз нажимаем X. И оно все падает замечательно. Меня это радует. Ну, тут, в общем-то, сколько мы сюда привезли? Немного. 15 кубов. 5% ешкинку. А раньше 30 кубов всего. Или это 30 кубов биогаза сюда влазило? Мы вообще мало привезли, получается. Что это 5 поддонов нам сделают и все. Ну, ладно. Короче, друзья, мне на самом деле сейчас впилить, еще раз ехать, заниматься тем же сам не очень хочется. Тем более, что, по сути дела, я это вам показал. И сейчас вверху появится голосовалочка. Что мы будем делать с бревнами? Мы можем их купить, заплатить почти миллион за это. И их купить. В принципе, деньги-то есть. Или же мы можем провести стрим, который будет посвящен чисто вот распилу деревьев. Попилим там от души. Можно, в общем-то, сделать так. Поэтому в правом верхнем углу голосовалка тыкайте туда. Как вы считаете, надо поступить. И, исходя из результатов, уже будем что-то делать. Пока что мы все это дело сейчас запустим. Привезем сюда биогаз. Оно будет работать. У нас уже к следующей серии будут и поддоны с брусом, и поддоны с поддонами, если можно так выразиться. И все будет прекрасно. А сейчас же, друзья, нам нужно, чтобы запустить наши пилорамы, перевезти туда биогаз. Соответственно, у нас есть для него вот такая замечательная бочка беленькая. Загружаем туда все это дело. Шлангов, увы, нету на этих бочках. У нас его 36 кубов, бочка на 30. Поэтому мы 30 развезем туда-обратно. Или же давайте 30 отвезем на нашу большую пилораму. А потом заедем сюда, заберем оставшиеся 6 и отвезем их на производство поддонов. Мы все равно туда мало чего завезли. Там этих 6 кубов будет вообще по горло. Хотя и 30, которые мы отвезем на основную пилораму, тоже будут за глаза на самом деле. Но идея-то хорошая. Разгружаем теперь сюда эту бочку и пошла работа. Я, кстати, не знаю, как у нас здесь будет работать. Будет ли опять брус этот появляться вот здесь и скатываться. Или же будет он со склада. Надо будет забирать. Об этом мы уже узнаем, наверное, в следующий раз. Я этого ждать не буду. Ну, 124 куба не так уж мало на самом деле. Мы здесь всего этого привезли. Все здесь работает. Все сыпется. Появляется у нас брус, щепа. 8000 литров в час. Это 4 поддона будет за час делаться. Если они по 2000 литров, конечно. Но, по-моему, они по 2000 литров, если у меня память не изменяет. Выглядеть они примерно вот так вот будут. Это, в принципе, наверное, и есть наши поддоны. Хотя, не знаю. Не буду врать. Хотя, если за час делается 4 штуки, то мы увидим, как они здесь успеем. Получается, 15 минут одна штука будет делаться. 15 минут мы еще не закончим. Погнали, в общем-то, на биогаз. Забираем оттуда биогаз. Простите за тавтологию. И везем на производство поддонов. И на производство поддонов мы биогаз тоже выгружаем. И здесь тоже у нас все зашуршало. Будут появляться поддончики. Но здесь-то точно склад должен быть. Поддоны, да. Создать поддон. А, кстати, можно же посмотреть и на пилораме. Брус тоже создаются поддоны и выгружаются. Все понятно. Пока ехали, уже вон, что-то сделать. Кстати, вместимость довольно большая. 500 тысяч литров. Это дохрена. 250 поддонов. Если они, конечно, по 2000 литров, как все остальные, а не по 4. Даже если по 4, то это 125 поддонов. Реально большой склад. Здесь тоже 500 тысяч литров. Щипы, много власть. Слушайте, здорово. Люблю, когда большие склады. Это прям здорово. На сим, друзья, позвольте откланяться. Наверное, проведем мы стрим на днях. На котором закадровые работы все подделаем. Я сейчас не говорю про дерево, про которое я спрашивал. Это будет вообще отдельная тема. А я имею ввиду, надо будет до конца довозить траву, потому что сейчас игру надо будет выключить. Надо будет, опять-таки, удобрить, засеять поле наше. Надо перевести сюда будет весь сила, чтобы биогаза стало у нас много-много. Надо будет перевести всю траву на производство силоса. Короче, работы на самом деле дохрена. И все это такая работа, которую, ну вот, именно на стримах и надо, по сути дела, делать. Поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если вы еще этого не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте, там есть кнопочка включить уведомления, тогда вы точно не пропустите. Там все анонсы у нас бывают. Или же вступайте на наш канал в Дискорде, я там тоже через Tag Everyone всегда все анонсы делаю. Разумеется, чем больше лайков, тем выше вероятность того, что как можно быстрее появится следующая серия. Ну и пишите ваши комментарии, всегда интересно почитать и посмотреть, что да как. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Спасибо за просмотр. Пока-пока.